Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Скажите, вам не скучно? Вот неужели вам не надоело изо дня в день, из года в год трескать один и тот же оливье, одну и ту же селедку под шубой, одну и ту же мясо по-французски, не дай бог, конечно. Ну, черт возьми, ну надо же пробовать что-то непривычное. Может быть, самая потрясающая для вас закуска – это селедка с медом. А вы этого никогда не узнаете, потому что никогда в жизни не пробовали. Да отбросьте вы к черту предрассудки. Да, скорее всего, десять раз подряд от очередного какого-нибудь экзотического сочетания вы неудуменно пожмете плечами, но на одиннадцатый раз вот точно откройте что-то для себя потрясающе новое, интересное. Но вспомните себя ребенком. Вы же от оливок плевались, а сейчас от солянки завуша не оттащишь. У вас же кусок черняшки с горчицей и салом не запихнуть было, а сейчас за такой мутер вы воробья в чистом поле на коленях загоняете. Когда, в каком моменте вы превратились в старых пердунов, которым ничего не интересно, ничего не надо. К черту, сегодня готовлю салат для людей, открытых всему новому. Го со мной! Все очень просто. Нужна свекла, чечевица, грецкие орехи, сельдерей стеблей, масло растительное и вкусный уксус. Вкусный. Не обычная уксусная кислота, а именно вкусный. Идите в магазин и приобретайте самый дорогой. Подойдите к приобретению такой бутылочки, как вы выбираете пузырь какого-нибудь алкогольного пойла в подарок. Тем более, что пол-литра с товарищем вы высадите за час. А такая бутылочка с уксусом вас будет радовать минимум месяц, радовать вкусными сочетаниями классных блюд. А салат, между прочим, очень простой. И свекла, чечевица нужны вареные. Сельдерей нарежу кусочками размером с кусочки свеклы. Орехи также. А теперь простейший соус винегрет. Помните, да, что соус винегрет это английского винегар, уксус. Поэтому самое вкусное растительное масло смешиваем с вкусным, черт возьми, вкусным уксусом и солью. Даже дорогой яблочный и тот бывает потрясающий и по аромату. И блюдом придает классную яблочную такую кислинку. А уж дорогой винный или тем более бальзамический вообще отвал башки. Ну, собственно, все. Остается переложить в симпатичную посудину и можно подавать на стол. Еще немного и перца. Пить быстро все. Даже если у вас не было вареных свеклы, чечевицы, они варятся минут 40. Я такой салат в первый раз готовлю. Интересно, что получилось. Вот мне интересно. Это необычно. Это нажористо. И это, пожалуй, что вкусно. Так, еще надо. Еще. Светла недостаточно сладкая. Сейчас еще немножко сахар добавлю. Соуса побольше можно в венегаре, чтобы кислинка была ярче, чтобы это была более уксусная такая штука. Ну, это классно. То есть, представьте себе обычный винегрет, знакомый вам с детства, да? Там, где эти соленые или маринованные огурцы, вот эта кислота, яркость такая, острота перца. Вот перец классно, лука сюда, наверное, нет. И я люблю чечевицу. Чечевицы тоже здорово. Так что пробуйте новые. Это интересно, черт возьми. В конце концов, это творчество. Так что берите рецепт на вооружение, берите образ жизни на вооружение, присоединяйтесь, будьте вечно молодыми, открытыми всему новому. Да, ну и помогал мне на кухне, напомню, Самура. Мови хайкарбон. Одна из самых любимых линеек, наверное, у Самуры. Ну, вы видите, я постоянно ей пользуюсь. По промокоду Фреска получите скидку. Спасибо за компанию. Всем пока. А может, не надо сахар? Может, немножко надо? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!